Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибовиды! Продолжаем знакомство с грибами наших лесов. И сегодня у нас мы хотим показать белую волнушку или белянку, как ее здесь у нас называют. Беляночки. Они бывают маленькие, но здесь довольно жирные. И вот это их самый такой большой размер. Обычно они небольшие грибочки, очень похожи на все млечники лактариусы, потому что у них есть и млечный сок, и они горькие. Ну, в общем, все признаки. Будем рассматривать по порядку. Вот шляпка. Она бывает чисто белая, вот такая. Ну, почти белая, в серединке чуть-чуть потемнее. А бывает желтоватая, вот как здесь. Но это все равно все-таки не розовая. Видно, что не розовая. Ага, и бывает розоватая, вот как эта, например. Но она все равно не розовая. Шляпка обычно в середине более темная. Ну, чуть-чуть, может быть, эта темнота выражена. А может и сильно. Она немножко шероховатая. И по краю покрыта такими небольшими волосками. Вот, смотрите, тут хорошо видно вот эти лотиночки. Шерстиночки. Ага. Вот. А когда она молодая и такая жирненькая, то шерстиночки часто загибаются внутрь. И полностью закрывают пластинки. Ну, вот здесь полностью закрывают. А бывает, что и слегка только закрывают пластинки. Ну-ка, вот тут у меня была какая-то тощенькая. А, вот она. Видите? Вот. Может, совсем почти не закрывает пластинки. Полоски видны, да. Полоски видны. Пластинки, кстати, не чисто белые. Они такого желтоватого, розоватого цвета. И очень часто их не видно из-за шерсти. Ну, а когда видно, то такие вот они. Довольно частые. Ножка, как у всех млечников. Так. Но внутри она бывает и полая, а бывает и нет. Ну-ка, давай отрежем. Сейчас посмотрим. Суть, вопрос. О! Вот здесь она совсем не полая. Дырочки нет. Дырочки нет. А вот у розовой это дырочка. Всегда дырочка есть. Так, ну-ка, вот эту вот. Так. Сейчас посмотрим, есть ли... Ах, какие лохматушки. О! Тоже без дырочки. А вот эта крупная. Крупная? Ну, можно повдоль вот разрядить. А давай повдоль. Сейчас. Ага. Ой, какие шерстиночки-то красивые. Ножка часто тоже не белая, а какая-то. Желтоватая, розоватая. Ну, вот смотрите. Здесь тоже дырки. Практически нет. Практически. А ее нет. Ее совсем нет. Да. Вот. Млечный сок очень необильный. Его бывает совсем немного. Ну, буквально чуть-чуть. Вот на пластинках. Вот. Так. Вот. Дождевик затесался. Вот. Вырос. Ну, иногда его видно, а иногда и нет. Ножка тоже, как говорится, типичная для всех млечников. Она невысокая и часто сужается к низу. Ну, вот как здесь вот. Да. Здесь видно, что она сужается к низу. Ну-ка. Да. А вот такая точенькая маленькая беляночка. Видите? Вот. Они бывают жирненькие такие, да? Он закрытый волосами. Пластинки. А это он такая маленькая совсем. Это все. Это тоже гриб. И тоже. Тоже белянка. Так. Хорошо. Иногда. Иногда. Вот пластинки у них бывают, я думаю, поражены другим каким-то грибом. Здесь у нас их называют глухими. Глухие белянки. На вкус они такие же. И что интересно, мы вот на эту грибницу ходим уже несколько лет. И вот именно в этом месте. Именно эта грибница. Вот только такие дают. Вот такие глухие белянки. А рядышком? А рядышком вот нормальные. Вот растут. То есть у них, наверное, может симбиоз какой, столь, выработался. Не знаю. Вот такой же у млечников вот мы встречали у рыжиков. Тоже глухие рыжики. Глухие волнушки бывают. Ну вот. И вот глухие белянки. А вот волнушка, чтобы сравнить, да? Во-первых, на ней гораздо более заметны концентрические кольца. На белянке, на шляпке их практически нет. Если это золотовато, то это вот в розовость. Это в розовость. Дальше. Сама шляпка более толстая. А пластинки более редкие. Тоже, видите? Да, да. Вот. Видно, да. Здесь миленькие-миленькие, а тут вот. Ага. Вон они как часто здесь. А здесь довольно редкие. И, ну, как это, шерсти больше на волнушке. Да, на розовой. На розовой, да. Чем на белой. Потом сама ножка редко очень бывает сужена к низу. Обычно она ровная. Цилиндрическая. Цилиндрическая. Ну вот. И практически всегда у волнушки ножка внутри. Вот. С дыркой. Видите, вот у нее есть дырочка. Всегда есть дырочка. А у белянки дырочки редко встречаются. Иногда бывает. Вот. Белянки любят расти во всяких кустах, по обочинам дорог, в заросших полях, в траве. В данном случае. В данном случае это вот заросшее поле. Не лес полноценный. А вот какие-то окраины леса. Да. Вот здесь вот березняк начался. И более открытые места, чем у других грибов. Вот так вот. Они одними из первых появляются. Я имею в виду из первых млечников. Так, хорошо. И заканчивают свой рост раньше, чем другие млечники. Хорошо. А как их... Вот розовые мы уберем. Посмотрели. Убирай, да. Угу. Так. Как их используют? Да, практически так же, как и розовые волнушки. Угу. Вот я их сейчас попробую. У них сока-то мало млечного. Угу. Ну, он есть, но мало. Корчат. Ну, ясное дело. Такая же волнушка. А запах очень приятный. Смолистый. Грибной. Вот это глухая. Вот такой вот. Типично млечниковый. Угу. Так. Точно так же их, как волнушки розовые. Вымачивает. И солит, да. То есть и холодным, и горячим способом. Ну, кто как любит. Холодным, конечно. Более ароматные грибы получаются, чем горячим. Ну, постараемся, чтобы попробовать белянки. Поскольку их растет не так уж много в наших краях. Вот. То набрать одних белянок довольно таки сложно. Вот хочется засолить только белянки и сравнить их с розовыми. Да. Ну, я только розовые солила, сравнивала с сырушками. На мой взгляд, на мой вкус, с сырушкой вкуснее. Ну, млечник обыкновенный. Угу. Но, кто его знает, кому что нравится. Если получится, то мы засолим одних белянок. Хорошо. Вот такой гриб. Вот такой гриб, да. Белая волнушка. Белая волнушка. Белая волнушка. Белая волнашка. 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 Сегодня у нас 3 сентября 2018. Друзья, мы надеемся, что помогаем вам разобраться в огромном царстве грибов. А наш просветительский проект Грибоведы с огромной благодарностью примет любую вашу помощь. Наши реквизиты вы найдете на сайте, вы найдете на канале YouTube. Ну а вы смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. На вопросы постараемся ответить. Ну а вам желаем, чтобы всегда ваши корзинки были полными. И полными хороших грибов. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.